Добрый вечер! Время подвести итоги этого дня. В студии Анна Москаленко и начнем с главных тем. В Алтайском крае выявили 12 случаев заражения штаммом омикрон. Все инфицированные жители краевой столицы. Подробности через несколько минут. Жительницу села Селезнево Шлобольхинского района обвиняют в суровых методах воспитания детей. Что сделала женщина, расскажем далее. В этом году процесс компенсации стоимости полиса ОСАГО для людей с инвалидностью значительно упростили. Как процедура проходит теперь, узнаем в выпуске. В Алтайском крае выявили 12 случаев заражения штаммом омикрон. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Как уточняют в ведомстве, все заболевшие – жители краевой столицы. Среди них 11 взрослых и один ребенок дошкольного возраста. Из 11 взрослых 4 человека имеют постоянное место работы. Ребенок не посещал организованный детский коллектив с 28 декабря. Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику. Еще один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Ширгеш в Кемеровской области. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали. На сегодняшний день все граждане изолированы, они проходят лечение. В Роспотребнадзоре заверили, все противоэпидемические мероприятия провели в полном объеме. Вакцина для детей от COVID-19 поступила в Алтайский край. В первой партии 1680 комплектов «Спутник М», так называется препарат. Уже сегодня их распределят между медорганизациями Барнаула, Бейска и Рубцовска для дальнейшей вакцинации детей от 12 до 17 лет. Мы постараемся эту работу провести на базе организованных детских коллективов. Почему? По одной простой причине, что сегодня нам нужно очень быстро реализовать вакцину и в максимально короткий срок создать иммунную прослойку среди детей. Если взрослых у нас болело много, если взрослых мы начали уже второй год прививать и прививаем, мы уже по третьему разу выходим на вакцинальные повторный комплекс, то дети у нас только-только вот сегодня начинают прививаться. Алтайский край один из первых в стране получил детскую двухкомпонентную вакцину. Между прививками должен пройти 21 день, как и в случае с аналогом для взрослых «Спутником Ви». После завершения вакцинации дети получат QR-коды. Мы сегодня взяли планочку, определили для себя в Алтайском крае, что это будет как раз тот самый первый ключевой показатель, перед которым ставило правительство Российской Федерации 60%. От взрослых мы сегодня взяли 60% от детей. То есть мы сегодня выйдем на этот показатель, если привьем 80 тысяч детского населения в возрасте 12-17 лет включительно. Первую партию вакцины планируют использовать за неделю. График поставок следующих пока неизвестен. Медики отмечают, прививаться «Спутником М» после перенесенной коронавирусной инфекции можно только через полгода. В случае с ОРВИ через две недели. Если ребенок болел с осложнениями, стоит подождать месяц со дня выздоровления. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки волонтеры-медики работают в усиленном режиме. Больше ста студентов Алтайского государственного медицинского университета каждый день отвечают на звонки в колл-центрах, помогают в регистратурах и на участках приема граждан. Добровольцы доставляют продукты и лекарства, пожилым и маломобильным людям. Подробности в следующем сюжете. На фоне роста заболеваемости COVID-19 врачи и жители края нуждаются в помощи волонтеров-медиков. В рамках всероссийской акции «Мы вместе» около ста будущих докторов каждый день трудятся в 11 медицинских организациях Барнаула. Они помогают врачам и среднему медперсоналу. За волонтерскую деятельность студенты получают дополнительные баллы при поступлении в ординатуру. В волонтерской деятельности я относительно недавно и про баллы я также знаю, но в основном я сюда пришла для получения первичного опыта для работы с медицинскими сотрудниками, пациентами и с документацией. В Алтайском отделении волонтеров-медиков больше 4 тысяч человек. По словам регионального координатора движения Анны Ведлер, новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может усложнить работу поликлинического звена. Волонтеры-медики готовы прийти на помощь врачам. Мы уже имеем опыт доставки наборов лекарственных пациентам, которые находятся с коронавирусной инфекцией и лечатся дома. Поэтому данный опыт мы успешно сможем применить вновь. С городской поликлиникой номер 10 волонтеры сотрудничают с 2020 года. Тогда в пик заболеваемости они вместе с врачами сражались за жизни и здоровье людей. За каждым добровольцем здесь закрепляют наставника, благодаря которому студенты быстро учатся. Ребята к нам впервые пришли, когда мы остро нуждались в помощи. На медицинских работниках лежали значимые объемы по оказанию медицинской помощи. Огромное количество вызовов, приемы врачебной поликлиники до последнего пациента. И тогда нам в помощь пришли волонтеры. Вместе мы справились. Волонтерами могут стать и обычные люди. Без медицинского образования. Они доставляют продукты и лекарства пожилым и маломобильным гражданам. Сахар тоже у меня есть пока. Макаронные изделия, они тоже в этой самой пачке. Они разные туда. Где крученые, где некрученые. Такие всяко разные туда. Ну и масло. То есть это самое. Волонтером акции «Мы вместе» может стать каждый. Для этого необходимо оставить заявку на портале добро.ру или на официальном сайте волонтеры-медики.рф. Елена Самарина, Михаил Лифуншан. Новости. В жестоком обращении с детьми подозревают жительницу села Селезнево Шлаболихинского района. Соседка обнаружила ее пятилетнего сына плачущим и обнаженным перед закрытой дверью дома. Маленький, что случилось? Где родители? Где, мой хороший, кто есть? В семье три ребенка дошкольного возраста. По словам сельчан, родители выгоняют их на мороз без одежды в воспитательных целях. Сразу после инцидента 21 января детей забрала служба опеки. В настоящий момент началась процедура лишения родительских прав в отношении матери пострадавшего ребенка и ее сожителя. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку и дать оценку работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери. В рамках проверки прокуратура будет дана оценка о работе органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию родителями своего ребенка. Проведение проверки продолжается. Сгорел дотла. В селе Волчиха при пожаре погиб 56-летний мужчина. Инцидент произошел на улице Ворошилова сегодня, 24 января. Сообщение о возгорании пожарным поступило в третьем часу ночи. На место происшествия отправились расчеты в составе двух единиц техники и пяти спасателей. Однако в момент прибытия сотрудников МЧС огонь уже охватил деревянный дом, внутри которого было сильное задымление. Площадь горевшей территории составила около 30 квадратных метров. Причину пожара пока не установили. Ведется расследование. К другим темам. Компенсацию стоимости полиса ОСАГО люди с инвалидностью будут получать в пенсионном фонде. В этом году процесс возврата части денежных средств упростили. Как изменилась процедура, узнали мои коллеги. Татьяна Костенко передвигается на инвалидной коляске уже 10 лет. Но недавно девушка приобрела автомобиль. По закону люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить компенсацию 50% от стоимости полиса обязательного автострахования. С этого года возвратом средств занимается пенсионный фонд. Подать заявление и записаться на прием можно онлайн. Когда узнали об этом, ну, это радует, что намного упрощают нам процесс получения разных компенсаций и все такое. Потому что человеку на инвалидной коляске не всегда легко, особенно зимой, например, добраться до любой инстанции. В новом году вернуть деньги стало проще. Информация об инвалидности и медицинские показания, которые свидетельствуют о необходимости приобретения личного транспорта, автоматически поступают в пенсионный фонд из федерального реестра инвалидов. Одним из условий оформления компенсации в соответствии с действующим регламентом является предоявление инвалидам или его законным представителям полиса ОСАГО. С переходом в пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность и полностью автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без заявления и документов, как это работает со всеми пенсиями и социальными выплатами пенсионного фонда инвалидам. Решение о предоставлении компенсации ведомцы примут за пять дней. В течение того же времени автовладелец получит часть денежных средств обратно. Дарья Коншина, Алексей Михайлов, Новости. Продать красивую дату для регистрации браков попыталась жительница Алтайского края. Товаром стало 22 февраля 2022 года. Анастасия Меньшакова разбиралась, законно ли это и насколько зеркальная дата востребована в краевой столице у будущих молодоженов. 22 февраля 2022 года. Зеркальная дата. Если прочитать ее справа налево, будет тот же результат. Эзотерики называют ее волшебной, обладающей особой силой и энергией. Мы нашли пару из Барнаула, которая женится в этот день. Вячеслав и Александра в магию чисел не верят, но хотят, чтобы все на их свадьбе было идеально, включая дату. Мы совместно сидели, просто пролистывали календарь на какой бы выплате. Понравилась дата, поехали. Рассматривали только зимний вариант, что и зимой. И ни один ЗАГС был объехан, кое-как нашли в каком. Ну и скажи, да, долго. Мы обходили все ЗАГСы. Подать заявление на волшебную дату уже поздно. Это привлекло любителей легкой наживы. Продам 22 февраля 2022 года за 150 тысяч рублей. Такое сообщение появилось на сайте сервиса для размещения объявлений. Сделку по продаже красивой даты для свадьбы жительница села Алтайская предлагала обставить так. Приходим в ЗАГС. Мы отказываемся, а вы записываетесь. Вот только автор объявления не учла. Это невозможно. Подав заявление на регистрацию брака и придумав, пара может просто не прийти в орган ЗАГС. Но место и время сохраняются за этой парой, и они имеют возможность все-таки прийти до конца рабочего дня. У нас даже технически нет возможности это время передать какой-то другой паре. Сообщение о продаже даты уже удалено. Представители интернет-сервиса, где его разместили, пояснили, публиковать объявление о переуступке прав на получение услуги законно. Но информация должна быть достоверная. В данном случае такая переуступка прав не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Поэтому в избежание введения пользователей в заблуждение, даже если это было сделано ненамеренно, мы приняли решение отклонять такие объявления. Многие барнаульцы успели бесплатно зарезервировать красивую дату для свадьбы. 22 февраля пройдет церемония бракосочетания для 10 пар. И это только в отделе ЗАГС по индустриальному району. Будущих молодоженов не остановило даже то, что это рабочий день. Вторник. Кстати, второй день недели. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев, Денис Кузьменко. Новости. Первый забег на советских лыжах прошел в минувшие выходные в краевой столице. Всех участников попросили соблюдать дресс-код, выйти на старт в ретро-костюмах и шапках. Как прошла тренировка в нашем сюжете. Назад в СССР на деревянных лыжах. Около двух десятков человек в советских спортивных костюмах встретились на одной дистанции во время массового забега. С самого детства, сколько я себя помню, я всегда стоял на лыжах. А с 12 лет уже в «Динамо» начал секцию. Всю жизнь бегаю на лыжах. Были лыжи свои деревянные, у Романа тоже. Интересный опыт. Не очень удобно. А почему неудобно? А не скользать. Я сказала сыновьям, что я поеду и буду участвовать в этом забеге, продвигать лыжный спорт. Так как я 37 лет отработала тренером по лыжным гонкам и сейчас ушла на пенсию, хочу, чтобы лыжный спорт не умирал у нас. Участники забега регулярно катаются на лыжах, но уже современных, пластиковых. На деревянные кто-то стал впервые, а кто-то прокатался на них всю юность и молодость. И вообще мне интересно даже самой прикоснуться к истории. Я вот начинала примерно на таком элементаре тренироваться. И сейчас, ну как бы, поностальгировать маленько. И вот я благодарна тем людям, которые присоединились. Некоторые участники пришли на забег со своим инвентарем. Другие взяли его в прокат в музее коллекционера, бывшего алтайского бетлониста Сергея Корбана. Вот есть пирожки Магавина, есть пирожки бабушки из Пикета. Какие вам родные? Как бабушки из Пикета. Так вот деревянные лыжи. Они такие тепленькие, они такие родные какие-то. Вот. И вот хотелось бы просто, чтобы они почувствовали, ощутили радость. Вот именно деревянных лыж. Всего в коллекции у Сергея больше полутора тысяч экспонатов. Среди них лыжи, ботинки, шапочки, костюмы и даже винтовки. На поиски экземпляров и их реставрацию мужчине потребовалось шесть лет. Нет, цены им нету. Я первый раз вижу вообще деревянные карты. От сердца отрываю, это лично мои лыжи. Двери музея всегда распахнуты для настоящих поклонников лыжного спорта. К слову, забеги на деревянных лыжах в Алтайском крае проводили и раньше, на регулярной основе. Правда, в Рубцовске. А вот сейчас эта традиция приживается и в краевой столице. Алина Пенигина, Анатолий Фукс. Новости. В минувшие выходные биатлонисты Даниил Серохвостов вместе с мужской эстафетной сборной завоевал серебро. А барнаульские волейболисты не попали в финальную часть первенства. Артем Тарасов подвел спортивные итоги прошедшей недели. До начала зимних Олимпийских игр остается чуть больше недели. В воскресенье мужская биатлонная сборная страны провела заключительную гонку перед главными соревнованиями года. Второй этап уже традиционно бежал заринский биатлонист Даниил Серохвостов. К Олимпиаде он заметно подтянул стрельбу на двух огневых рубежах лишь один дополнительный патрон. А в скорости среди стартующих второго порядка ему не было равных. Серохвостов даже был быстрее знаменитого норвежца Тарья Бео. В драматичной концовке гонки вернувшийся в строй Эдуард Латыпов обогнал француза и немца, что и принесло нашей команде серебряные медали Кубка мира. Теперь команда отправится в Китай на подготовку к играм. А вот еще одна биатлонная гордость. На юниорском чемпионате Европы в Словенской Поклюке алтайская спортсменка завоевала две медали. Сначала 19-летняя Анастасия Гришина стала третьей в индивидуальной гонке на 12,5 километров, а затем в дуэте с Евгением Емирхоновым получила серебро в сингл-миксте. Барнаульские волейболисты не примут участие в финальной части первенства высшей лиги А. Решающий матч проходил в Перми. Университет спорил с местной камой за попадание в элитную восьмерку. И даже одно поражение лишало подопечных Ивана Воронкова такой возможности. Печальный итог первой встречи 3-0 и алтайские спортсмены отправляются в утешительный турнир за 9-16 места. Кстати, второй матч наши земляки выиграли тоже 3-0, но эта победа уже ничего не решала. Таисия Фарьяш дебютировала на Паралимпийском чемпионате мира по зимним видам спорта. Алтайская спортсменка участвовала в соревнованиях по горнолыжному спорту. В слаломе Таисия стала шестой, в параллельном слаломе замкнула четверку сильнейших. Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер получила статус нейтрального спортсмена. Список опубликовала ассоциация World Athletics. Что примечательно, в нем не оказалось Сергея Шубенкова. Сам Сергей говорит, что документы подавал и, вероятно, его заявка еще обрабатывается. Артем Тарасов, новости. А на сегодня это все. Хорошего вам вечера. Продолжение следует...